Здравствуйте дорогие подписчики и гости канала. Вы смотрите видео версию сайта на земле инфо, выпускаемую специально для тех, кому сложно или не хочется читать. Ссылку на текстовую версию вы найдете в описании к видео. Три ошибки при выборе горшка для кактуса, из-за которых растение не порадует вас цветением и может даже погибнуть. Выбирая емкость для кактуса, необходимо тщательно изучить потребности суккулентов и особенности их корневой системы. Растение сможет хорошо развиваться лишь в достаточно объемном и невысоком горшке с хорошим дренажем. Поэтому долго держать приобретенное в магазине южное растение с колючками в маленькой пластиковой коробке нельзя. Материал. Чаще всего кактусы сажают в горшочки из глины или пластмассы. Пластиковые дешевле, легче и прочнее, однако они не пропускают воду и воздух. Под воздействием солнечного света поверхность выцветает и растрескивается. Кроме того, искусственный материал не может долго удерживать тепло. Для посадки больше подойдут глиняные емкости. Днем они нагреваются от солнца и обеспечивают корневой системе максимальный комфорт. За счет пор происходит обогащение почвенного субстрата кислородом. К тому же переувлажнить растение в глиняном горшке тоже довольно трудно. Глазурованные горшочки выглядят очень привлекательно, но препятствуют дыханию растения. Сейчас в магазинах можно найти симпатичные деревянные кашпо для суккулентов. А если вы владеете минимальными столярными навыками, попробуйте изготовить такие вазы своими руками, это совсем несложно. Форма. Корневая система кактусов почти всегда располагается близко к поверхности почвы. Она может захватывать довольно большую площадь, поэтому для посадки нужно подобрать невысокую и достаточно широкую емкость. Обычно кактусы сажают в квадратные горшки, так можно разместить на столе или подоконнике больше растений. Однако при пересадке, которую необходимо делать регулярно, намного удобнее круглые изделия. Для любителей роскошных композиций подойдут плоские и широкие емкости. Они эффектно выглядят и обеспечивают активное испарение лишней влаги. Размер. Размещать кактусы в небольших горшках нельзя, поскольку объем почвенной смеси должен быть достаточен для питания. Это правило особенно актуально для стеблевых видов суккулентов. Кроме того, корневая система постоянно разрастается и нуждается в жизненном пространстве. Ширина емкости должна быть такой, чтобы растение закрывало лишь ее половину. Кактусам необходим многослойный дренаж из крупной гальки и измельченного керамзита, поэтому слишком низкие горшки для них не подходят. Пожалуйста, напишите в комментариях, какие емкости для кактусов вы считаете самыми лучшими. Друзья, ставьте лайк, если видео вам понравилось и обязательно делитесь в комментариях своим опытом выращивания растений. И не забудьте подписаться на канал, будет много интересного о домашних растениях и не только.